добрый день дорогие друзья с вами мария карпинская студия нового планетарного телевидения индия мы едем в деле едем уже две ночи и второй день я хочу рассказать немножко о дороге я показываю вам поезд какой он да он открытый и естественно солнце накаляет за день так и сам поезд и саму землю что ощущение что потом сидишь ты весь день в бане где 80 90 градусов и все накаленное и невозможно даже как это сказать невозможно даже где-то охладиться потому что вода из кранов идет тоже градусов 70 очень горячая вот все очень горячо и поэтому конечно мучительно вот сегодня мы уже дожидаемся сейчас 10 утра я жду боже мой но скоро мы приедем в 6 вечера будем уже в деле вот а до 6 еще солнце она светит и она не просто светит это это действительно жар вот ощущение что ты едешь в жару каком-то немыслимом а потом мы отправляемся в манале но сначала еще будет промежуточная станция потом только манале а там а там наоборот ночью 8 градусов днем 17 и мы из жары где 55 60 градусов попадаем холод из огня до в полы мне как говорят вот что я хочу сказать что не каждый человек ну способен на такой экстрим и это нужно иметь такое здоровье чтобы вот путешествовать таким образом очень сильная я хочу сказать что мой организм уже говорит мне что мария хватит хватит уже таких вот приключений хватит уже таких такой жары потом холода раньше очень любила в баню ходила сидела там высиживала больше всех мужики разбегались а потом ныряла прорубь и чувствовала себя замечательно но сейчас тут баня растянулась на целые сутки причем вот день до солнце всходит 6 она уже начинает как бы греть в 10 она уже палит потом в 12 часов это уже просто немыслимый жар здесь мост такой виде красивой и потом невозможно потому что во второй половине дня шести часов вечера начинается отдача уже начинает 7 часов 8 вот вагон весь все 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 земля отдавать вот этот жар и ты сидишь действительно как на печке вот если говорить что такое воду быть на печке на сковородке то я могу сказать что вот мы прибываем второй день на этой сковородке вот и я не буду вам показывать не себя не сашу там не маю потому что мы все понятно от жары не знаю что делать и все это вот действительно за грани где-то терпения но мы терпим это его у нас радостно что сегодня наконец-то в 6 вечера мы приезжаем деле а потом еще один поезд который 12 ночи идет и до утра подоедем еще до одного города а потом на автобусе и все это займет в общей сумме еще 15 часов здесь мы ехали 2400 километров это две ночи и два дня примерно то есть можете представить насколько это тяжело да тут спрашивали насчет поезда если тут купе если тут св да здесь все это есть но дело в том что купе я ехала когда я была одна а когда я еду и со мной вместе едет вот моя который экономит деньги то за компанию я еду заодно вот в таком спальном вагоне где естественно много дискомфорта грязи и честно говоря конечно страшно просто ехать но что делать вот мы претерпеваем это да но я еще раз покажу сам вагон вы даже не представляете насколько здесь грязно все насколько здесь ужасно вот такие туалеты такие окна но не видно слава богу но принципе все это вот запредельно но будучи в таком запределье вот и больше потом чувствуешь комфорт ценишь его возможно и любишь и все это такой экстрим он наверное нужен для души вот как я съездила на 4 дней карнатоку так сейчас мы едем вот эти двое суток еще разница просто в деньгах я вам могу сказать цену рубль и рупи примерно одинаковый и цена вот индийская цена вот этого поезда спальный вагон двое суток 2400 километров на наши деньги 800 рублей то есть стоимость никакая это кстати о роскоши кто там написал что это роскошно поехать кималай это это роскошно но можно ехать и очень дешево в этом и состоит индия что здесь можно путешествовать просто дешево самой и раньше вообще вот это отменили неважно какой страны ты и государства если ты пенсионер то тебе скидку делали 50 процентов сейчас этого нет ну вот все что я хотела поделиться новостями мы едем осталось 6 часов до деле вот такая местность и жара нет свет на 10 утра воздух раскаленный горячий я стою открытого вагона но меня уже палец всего доброго до свидания с вами была мария карпинская ставьте лайки распространяйте видео до свидания